здравствуйте дамы и господа дорогие мои сегодня поговорим с вами о цукатах грушевых вот таким образом они выглядят сейчас я скажу как я их делаю изготавливаю из собственных груш это не сложно итак друзья у нас с вами груши грушевый сезон или опала груши какая-то или слишком много и они плохо лежат много моментов есть когда нам требуется переработать грушки я беру вот такую вот перчатку и перемываю все груши значит что главное главное смыть плесневые грибы и всякие потертости следы может быть земли если вы их подобрали главное чтобы на них не было никаких сильных побоев гниений вырезаем вот таким образом сердцевинку из груши и убираем плодоножку эту половинку я режу на кусочки кусочки примерно ну наверное 5-7 миллиметров но на самом деле можно их больше в прошлом году я делала значительно крупнее куски эти кусочки мы с вами укладываем в кастрюлю просыпая их сахарным песком соотношение примерно какое килограмм груш уже нарезанных чистых вот таких вот кусочков где-то 700 грамм сахара вот такими слоями я просыпаю каждый слой груш в общем примерно так и получается и на небольшом огне на медленном огоньке этот сахар плавится получается сироп в этот сироп я слегка вот так не перемешиваю не настойчиво немножко мы с вами их притапливаем аккуратно не ломаем кусочки стараемся сохранить их целыми снизу уже видите груши немножко поменяли цвет верхние слои еще светлые но мы с вами должны довести этот сироп до кипения и вот так не мешаем ни в коем случае мы все поломаем было получится грубо говоря варенье грушевая они цукаты вот так слегка слегка немножко и как только все это дело закипело и поменяет цвет будет кипеть минут 5 наверное 7 вот видите смотрите сразу цвет поменяли груши вы это увидите все этого достаточно и я в общем все это выключаю и оставляем до нормального естественного остывания по возможности воду с крышки которая остается у нас мы куда-то снимаем на утро получается вот такая картина кусочки остаются целыми сейчас повторно мы с вами на медленном огне еще раз доведем это дело до кипения и как только сейчас чуть-чуть все это дело закипит мы сразу же выключаем и оставляем естественным образом остывать после остывания мы их с вами выкладываем стекать от сиропа на дуршлаг и так наши игрушки хорошо хорошо все стекли и сейчас пора выкладывать их на поддон сушилки потом я застилаю сеткой чтобы мне было легче снимать эти кусочки потом высушенные у меня получилось пока вот столько грушек и еще часть груш сейчас стекает в общем я их положу только завтра утром а сейчас поставлю сушиться вот то что я уже разложила то что мы с вами наши игрушки не мешали интенсивно дало нам возможность составить целые кусочки которые в общем то потом будут очень приятны они не стали видите размазней никакой есть вероятность что не все сорта груш можно вот так вот приготовить у меня есть три сорта груши все три позволяют сделать вот такие вот четкие кусочки если мы их с вами не перемешиваем интенсивно вот даже видно по цвету что есть груши разные видите моя сушилочка ставлю нижний поддончик и в него укладываю пластиковый литой поддон для пастилы зачем я это делаю скорее всего из них поддонов будет капать сахар и поэтому я вот так вот улавливаю этот сахар на вот этот поддончик я его впоследствии уберу то есть я немножко посушу вот завтра до утра поставлю на среднюю скорость но сейчас покажу и так вот так закрываю крышкой все совместили и включаем в розетку включу режим средний вот такой и все и на всю ночь у нас остается с вами вот столько сиропа что мы с ним делаем ну во первых я его процежу сейчас вот в такую кастрюльку через сеточку и все остальное что у меня пройдет мы с вами вскипятим еще раз если вы хотите чтобы сироп был погуще значит кипятить его надо несколько раз и доварить до остывания тем самым мы с вами выпарим лишнюю влагу меня вполне устраивает что он текучий после чего мы сделаем с вами два варианта его хранения это в обычных пластиковых бутылках охлажденный сироп можно залить заливать закрывать и ставить в холодильник использовать его мы используем я добавляю аленушки в творожки она называет этот творожок с волшебством и в общем очень вкусно и грушевый сироп конечно же полезнее я предполагаю и приятнее сахара вот и ли мы с вами можем стерилизованные банки закатать под крышки как обычное варенье и хранить уже там где вам будет удобно все вышло вот так пожалуй бутылочку налью сейчас одну для холодильника получилось вот так эти бутылки я тоже использую для всего если помните в таких же бутылках я храню жир топленый и хотела добавить вот что по этому поводу если вы ставите топленый жир две минуты как на стол он становится абсолютно текучим при обычной комнатной температуре вот это с чесноком жир имейте ввиду так но все вот эти мои заготовки оставлю в холодильник если хотите чтобы стоял не в холодильнике нужно сами понимаете крышку или под закрутку или под машинку или пластиковую для горячего закрывания плотную такую которую нужно держать кипятке там 5 секунд и закрывать это тоже возможно все вот такой сироп у меня получился он достаточно жидкий чуть концентрированный я его не перетапливала повторно потому что храню в холодильнике вот эти цукаты простояли в холодильнике год в контейнере вот так они выглядят сейчас в контейнере в холодильнике они могут храниться очень долго зачастую я их просыпаю сахарной пудрой для того чтобы их было легче потом отделить друг от друга но тогда видимо меня совсем пудры то и не было вот такие у нас цукаты после суток сушилки и сейчас аккуратно снимаем и складываем делим грушу пополам делим грушу был бы целый килограмм брал да кушал но она у нас одна и какая жажда и целая страна истекает а страны-то двое нас яд да боря нам бы жить бы при сейчас жить не споря только груша нам в наследство досталось а наследство пополам эко жалость боря сразу и в аборт что он главный что он создал этот сорт груши славной и делиться за мол ему не пристала ни своею ни грушиной славой а ему в ответ я парень хваткий вот возьму и от нему если так ты если не раз пополам ты не будешься грушей вот возьму и откушу хочу кушать и пока мы так судили и рядили нашу грушу червячки погубили а с червем она нужна ли народу в ней ни сладости как прежде ни меду и чего-то нам теперь не поется а ревется по медвежьи ревется ну и вот такой натюрмортик у меня получился к окончании этого видео цукаты это хорошая сладость к чаю и очень приятно оттеняет хорошее вино сухое поэтому кушайте на здоровье это натуральный чистый ваш собственного приготовления продукт прекрасно хранится и очень вкусный оставайтесь с нами подписывайтесь на канал и ставьте лайки и всего доброго спасибо спасибо спасибо